У нас в гостях заведующая лаборатория эволюции пареоокеанов, мантийного магматизма, НГУ Инна Юрьевна Сафонова. Доброе утро, Инна Юрьевна. Доброе утро. Ну что, в нашей условной на этой неделе рубрике «Элементарно научной» мы разбираемся в новостях. Почему мы в этот раз взяли область геологии? Потому что 1 апреля совсем скоро намечается День Геологии. Мы поздравляем Инна Юрьевна с наступающим праздником. Спасибо. Первое воскресенье апреля всегда, да? Да, всегда. За эфиром нам уже рассказали, как это обычно отмечается. В эфире мы не будем об этом говорить. Итак, собственно, переходим к новости, которую мы будем обсуждать. Такое есть у нас негласное правило в этой рубрике. Новость не обязательно должна быть наисвежайшей. Просто какие-то интересные вещи, о которых нам хочется разобраться. Вот не так давно международный коллектив ученых под руководством, уважаемой, между прочим, Инна Юрьевна Сафонова, обнаружил фрагменты древних океанических островов в горах Тяньшани и оценил размеры исчезнувшего океана. Ученые считают, что по своей природе палеострова близки к современным гавайским. Инна Юрьевна, вопрос. Чем именно они так схожи с гавайскими? Как так получилось, что наш Тяньшань похож на Гавайи? Как вы их обнаружили? Как вы это поняли? Ну, Тяньшань похож на Гавайи только тем, что когда-то на месте Тяньшань был океан. Вообще гавайская система островов, она крайне популярна в мире. Она прекрасно описана геологами. Из каких пород состоят эти острова? Как они образовывались? С какой скоростью? Как далее перекрывались? Когда вулкан извергнулся, лава излилась, что потом происходило? Потому что лава же не изливается каждую секунду, но все равно случается какой-то периодичность с разницей, может быть, двухсотни, тысячи лет. И что потом происходит в промежутках между этими излияниями? И вот эта вся совокупная изданность, то есть состав пород, химический в первую очередь, изотопный состав пород, их история. И то, как они сверху перекрываются, например, если они доходят достаточно высоко до поверхности воды или выходят даже на поверхность везде островов, как Гавайи, то, соответственно, у них определенная система, как мы называем это, осадкой накопления. То есть есть карбонаты отлагаются, другие, значит, разрушаются вулканические породы, все это вниз скатывается, переотлагается. Формируется определенная закономерность. И вот эта закономерность хорошо была описана. И потом, когда мы приходим в древние складчатые пояса, типа Тиньшань, Алтай, это везде есть, они же найдены не только в горах Тиньшань. Это была статья популярна. Вообще-то они найдены во многих складчатых поясах. Мы начинаем их изучать сначала в поле, потом в лаборатории. И получаем всю эту совокупность данных, как геологические, так и химические, так и изотопные. Сравниваем ее как бы с эталоном, который мы, в общем-то, выделили для себя на гавайских островах. И делаем вывод, что вот эти конкретно кусочки, фрагменты пород образовались по той же схеме, что гавайские острова. Эта закономерность хорошо описана, прекрасно обоснована, и, в общем-то, сомнений по этому у нас нет. И вот эта схожесть говорит нам о том, что там, где сейчас Тиньшань, тоже были острова, которые далеки от других берегов. Да, конечно. Именно вот это свойство островов таких, формироваться очень далеко от берега. И те возрастные интервалы, которые мы реконструировали по этим вот отложениям, как самих этих древних островов, так и связанных с ними других пород, дна океана, например, по всем этим реконструкциям мы и восстанавливаем истинный возраст пород. Ну, например, 50 миллионов лет. Это достаточно большой возраст, это соответствует где-то примерно размерам современного Индийского океана. Современный Тихий океан, он, конечно, гораздо больше и древнее. У него возраст до 200 миллионов лет, по разным оценкам доходит. Вот эти возрастные интервалы, они позволяют нам реконструировать возраст океана в прошлом. Я правильно понял, что сами горы Тянь-Шаня, это были острова? Нет, неправильно. Горы образовались в результате закрытия океана. Вот океан закрылся, континенты, между которыми он располагается, они приблились друг к другу, стали друг на друга давить, то, что мы называем коллизией. Шок был, а потом, когда пошли горы, уже шок остался маленький-маленький. И пошла уже коллизия, то есть рост гор в результате столкновения континента. Вы говорите, что это не только не Тянь-Шаня, а еще много где. А у нас поблизости где еще? На Горном Алтае. Конечно, у нас есть несколько объектов, которые нам и были описаны, опубликованы. Все это известно и в нашей среде, по крайней мере, факты. Это Восточный Казахстан, это Монголия, это, в общем-то, весь наш центральный азиатский складчатый пояс, который протягивается почти от Урала до Дальнего Востока, и который как раз образовался в результате закрытия огромного океана прошлого, мы его называем палеоазиатский, который по размерам был как минимум сопоставим с современным Тихим океаном. Вот он когда-то там был. И мы тоже. Да, и мы тоже, да, здесь. И вот мы с вами живем в этой зоне, ограниченной сибирской платформой на севере, северо-китайской на юге, Таримской тоже на юге Китая, и казахстанским континентом, значит, с юга, как бы запада, да. Вот между этими всеми жесткими, достаточно континентальными блоками, в разной степени жесткими, когда-то был океан. Они приблизились, океан закрылся, образовалась крупнейшая в мире горная система. Мы живем на океане. После рекламы мы к этому вернемся. Что-то в этом духе. У нас в гостях заведующая лаборатория эволюции палеоокеанов и мантийного магматизма НГУ Инна Юрьевна Сафонова. Мы ее поздравляем сегодня с наступающим днем геолога и обсуждаем древние палеоокеаны. И раз мы говорим о палеоазиатском океане, и какова тогда судьба Тихого океана, ведь всегда изучая историю, мы можем что-то прогнозировать о том, что случится с Тихим Китаем. Ну, конечно, это очень интересная тема. Когда он закрылся и в каком месте? Очень много геологов об этом задумывались. И учитывая тот факт, что вот наш евроазиатский континент, который сейчас фактически стоит на месте, либо движение с точки зрения титоника плит очень медленное. При этом есть Тихоокеанская плита, которая движется быстро, относительно быстро. Есть австралийская плита, которая движется тоже гораздо быстрее, чем в Евразии на север. Геологи прогнозируют, это было опубликовано, что примерно через 200 миллионов лет североамериканский, южноамериканский континент, соответственно, с востока, австралийский континент, с юга, они будут вперед приближаться к Амазии. Они и сейчас приближаются, но через 200 миллионов лет, если радикально не изменится схема движения титонических плит, они приблизятся к Евразии, Тихий океан закроется, и образуется новый, как мы называем, суперконтинент, то есть очень большой, даже имени уже придумали геологии, Амазия. Америка и Азия. Европа пока. Почему? Европа как была в составе Евразии, она так и осталась, и никуда не денется. Но основные события, это надо понимать, что основные активные титонические события происходят именно на востоке Азии, здесь. Африка тоже, конечно, на Европу давит, с юга, и она тоже постепенно закрывает Средиземное море, простите. Вот. Именно поэтому это не только Африка приблизится к нашей Евразии, но и вот эти вот континенты с востока подойдут. Именно поэтому мы называем это суперконтинентом, потому что большая часть континентов снова объединится в один огромный. И история, глобальная история Земли, она как раз состоит из распада и образования суперконтинентов, из открытия, из закрытия палеокеанов. Это вот вся наша история Земли за последние 4 или 3 месяца. То есть значит ли это, что после вот этого образования суперконтинента, потом через снова много-много лет он снова распадется? Конечно. Это непрерывный процесс, который в геологии называется цикловейство. А на такие же части Земли? Нет, конечно. Каждый континент уникален, каждый океан уникален. Они не могут абсолютно повторять. Как же жаль, что мы никогда этого не увидим. Это так любопытно, хоть немножечко, хоть на секундочку заглянуть и посмотреть сверху. Да, вот можно представить. Вы можете посмотреть в Google Earth или на, как раньше было, на физическую карту мира. Дайте волю вашей фантазии, пусть она разыграется. Нет, лучше вы объединитесь с программистами и сделайте красивый видосик. Делают, делают вот эти анимашки, делают с континентами, которые расходятся, потом сходятся. Это все очень-очень красиво. Насколько это близко к истине, все зависит от модели. Ну, Европа не захочет, чтобы называлась Амазия, они заставят называться Амаевроазия. Так не получится. Ну, как вы правильно заметили, мы этого не знаем. К сожалению или к счастью. И вот, что еще интересно, так же, как и о том, что будет с Тихим океаном, все все время задаются вопросами, не знаю, правда, к вам или не к вам, что будет с полюсами. Действительно ли они тоже сместятся на них, или это как-то влияет? Ну, действительно, магнетизм Земли, это не моя прямая специальность, я только знаю точно, только тот факт, что существует смена полюсов, такая, факт есть, он доказан в истории Земли, менялись полюсы. А вот предсказать, когда будет следующая смена полюса, через сколько там миллионов лет... Это просто не зависит от вот этих движений? Нам бы всем очень хотелось связать все процессы в глубинах и на поверхности Земли в единую картину, которая бы нам позволила понять все, как то, что происходит внутри, связано с тем, что происходит на поверхности, и наоборот. Мы об этом мечтаем, это большая цель всех нас, ученых, работающих в естествознании. Но еще много что надо сделать, чтобы этого достичь. Мы говорим о том, что закрываются океаны, образуются горы, есть ли какие-то остатки все-таки в виде прям вот воды из древних? Или, ну, точно, прям совершенно ни капли нигде не найти еще? Ну, у нас, конечно, никакой этой воды нет, может быть, где-то в каких-то включениях, минералах она и захвачена, но доказать, что это была та самая вода, которая когда-то была в океане, невозможна. Скорее всего, 9 из 10 это не так, хотя где-то в Южной Америке были передачи, правда, они ненаучные, где говорили, что вот это озеро посреди пустыни, это остаток того океана, который, значит, тут был, а потом горы поднялись, и он остался. И вот я, честно говоря, не уверена, что это все-таки та же самая вода, которая была в океане. Но у меня пока в моей специальности я не могу ни в плюс, ни в минус к этой теории высказать, надо дополнительные изучения. Инна Юрьевна, Вы, наверное, знаете, что ходят, я это назову так, ходят слухи, что собирают экспедицию на Марс, и что когда-нибудь человечество колонизирует эту планету. Вы бы хотели, или, может быть, Вы уже что-то знаете о составе той планеты и о том, как вот там такие процессы происходили, если они происходили? Марс изучается очень большим количеством ученых по всему миру. Особенно в последнее время. Особенно в последние 10 лет. Вот я год работала в Токийском институте технологий, при котором создан институт Earth and Life Science Institute, который занимается происхождением жизни, в том числе экстраземными перспективами всей цивилизации, в том числе и Марсом. И очень сейчас уже считается доказанным, что на Марсе была вода, что когда-то есть признаки того, Марс развивался по сценарию какой-то степени схожему, которому развивается Земля. Сейчас это абсолютно непригодное для жизни планета. Это надо понимать. Сейчас мы там жить не можем, только, я не знаю, под куполами или еще как. Если кому-то это надо, ну, пожалуйста. Ну и со временем тоже вряд ли что-то изменится. Может ли на планете с лукой появиться вода? Ну, есть какие-то цифры, я не астроном. Я насколько понимаю, если она ушла и планета уже остывает, это связано какими-то процессами в ее ядре происходящими, то вероятность снова возобновления крайне низко. Наша же Земля остывает, она же тоже рано или поздно прекратит свое существование. Это пройдет через много-много-много сотен миллионов лет, но тем не менее, она не бесконечна, ее жизнь в нашей Земле. Она живая, она тоже когда-то родилась и когда-нибудь ее... Вот на такой вот нотке... Вы знаете, я недавно видел такой плакат, там дети нарисованы, лес, спички, да, и написано. Лес растет, и мы живем, лес умрет, и мы умрем. Это вот сейчас... Позитивчик. Я думаю, что жизнь человека и леса все-таки более-менее сопоставима. Жизнь человека и Земли не сопоставима. Это даже не секунды, и даже не миллионная доля секунды. Это не ощутить продолжительность нашей жизни по сравнению с жизнью нашей Земли. Но все равно, я думаю, не нужно жить с мыслями, что после нас хоть потоп, правильно? Беречь все равно ее нужно. Да, есть такое даже выражение, да, почему вы так себя ведете, люди, как будто бы вам осталось еще 500 лет жить, да? Нужно помогать себе, планете, геологам. Спасибо вам большое. Инна Юрьевна Соконова была у нас в гостях. Еще раз с наступающим праздником. Спасибо большое.